Здравствуйте! Вы смотрите Город С. Я Ирина Тулгаева. Лермонтов, Пушкин и другие поэты болели бы только за крыльев советов. Итак, у нас сегодня главный тренер крыльев советов Александр Федорович Тарханов в прямом эфире. Он ответит на все вопросы телезрителей. Поприветствуем! Здравствуйте, Александр Федорович! Напоминаю телезрителям, работаем мы в прямом эфире. Александр Федорович у нас впервые на телеканале, поэтому будьте добры! 202.1.22. Любые вопросы, Александр Федорович готов ответить на любые вопросы, а учитывая, что у нас город болельщиков. Так что я думаю, вопросов будет немало. Александр Федорович, о Ваши... Кстати, я не в первый раз, я уже второй раз здесь. Я в 2007 году был тоже в прямом эфире. И тоже отвечали на вопросы телезрителей? Извиняюсь, ради Бога! Но не последний. Я потом легко вас нашел сразу. Не последний, ладно, договоримся. А ваша какая любимая кричалка? Вот я начала, что и Пушкин, и Лермонтов, и другие поэты. А я кричалками не занимаюсь, все фугунцы. А слышишь? Я даже не слышу. Никогда? Да, да. Не можем не начать и обойти события, которые нам Спартак организовал в последние выходные. Ранено 26 болельщиков, 6 бойцов ОМОНа. Обратились в больницу некоторые из них. Газета «Пестрят». Слава Богу, для журналистов есть боль в деятельности. О чем писать, да. Спартаковское побоище, футбольное побоище. Яковлев отблагодарил Самару. А Яковлев здесь ни при чем. Яковлев ни при чем. Развеев говорит, такие болельщики – это боевики, которые приезжают, чтобы драться и делать невозможное проведение игр. Единственный выход – принимать закон о болельщиках, как в Англии. И за 2-3 года выжигать таких людей, чтобы на стадионах они больше не проявлялись. Что скажете? Здесь есть болельщики и фанаты, которые приезжают. А есть люди, которые хотят создать какую-то угрозу болельщикам. Потому что даже можно вспомнить матч Италия-Сербия, где сербские болельщики сорвали матч. И, естественно, засчитали поражение сборной Сербии 3-0. Поэтому здесь есть люди, которые специально приезжают, которые хотят создать какую-то интригу и бойню какую-то. Поэтому здесь нужен закон. Как ввели в Англии в свое время, уже много лет назад, когда выбежал или плохо ведешь на трибуне, 5 лет в тюрьму. И никто больше не выбегает, и все ведут. Хорошо только болеют за футбол. А насколько реально у нас, в наших условиях российских, такой закон принять? Спокойно. Почему не принять? Инициатором-то должен быть, на Ваш взгляд? Ну как, руководители спорта. Дума, которая принимает все законы. Есть повод задуматься, да? Конечно. Потому что уже не впервые. Поэтому надо оградить истинных болельщиков от тех людей, которые не хотят болеть. Они, по-моему, даже и матч результат не смотрят. Они просто ищут повод для того, чтобы с кем-то подраться. Подраться. Так, ну понятно, что «Спартак» за их боевиков оштрафовали на 500 с небольшим тысяч. Правда, и мы попали туда. 220 на «Крыльям» за что штрафовали? Не знаю, не могу сказать. Ну, наверное, все-таки они посчитали. Я знаю, что мы должны обеспечить порядок. За компанию? Да. 202, 11, 22. Напоминаю телезрители, мы в прямом эфире. Александр Федорович Тарханов сегодня, главный тренер «Крыльев». Будьте добры, звоните, задавайте свои вопросы. Из 9 туров 8 матчей сыграно. «Крылья» на данный момент сегодня на месте пока 16-м, то бишь последнем. Удастся ли вам, уверены ли вы в том, что сохраните в высшем дивизионе команду и… Не, ну еще нам два с половиной круга играть. Поэтому я достаточно уверен в этом плане. Есть проблемы, конечно, они изначально были проблемы, потому что, в общем-то, мы в том году закончили сезон уже 28 ноября, когда решалось, останемся мы или не останемся. Остались. И до этого мы как бы селекцией не занимались, потому что ситуация была очень сложная. И не знали мы, где следующий сезон команда начнет. Вот, поэтому здесь было… Ну, это не наше впечатление, но ситуация возникла такая. Ясно, что у нас были большие долгеты созданы, которые предыдущими руководителями. Вот, ясно, что нужно было рассчитываться. И ясно, что на трансферную политику у нас не было таких денег. Поэтому пришлось брать футболистов, которые в первой лиге играли, во второй лиге, с дублей того же «Зенита», допустим. Вот, и поэтому, естественно, есть проблемы сейчас. Тем более, что все команды, соперники укрепились. Там богатые люди их взяли под свою опеку. Вот, поэтому есть, есть и сейчас еще проблемы есть. Потому что молодость, мы, в принципе, молодость – это нестабильность. Вот. Тем более, в таких серьезных играх. И поэтому, вот, я не могу сказать, что мы плохо вообще играли. Мы играли шесть игр достаточно хорошо, на хорошем уровне, и обыграли «Локомотив», и со «Спартаком». То есть, с «Рубином» хорошо сыграли. Даже в «Зените» проиграв, ну, показывали хорошую игру. Вот, на выезде взяли, и в «Амкаре», и в «Томске» очки. Вот, но две игры, мне они не по душе, потому что не показали игру. Даже в «Томске» вроде на выезде 1-1, ну, нормально для выезда игры. Плюс в «Томске» там очень сложно тоже брать очки. Но меня не удовлетворила сама игра. Вот, и разбираясь, и со «Спартаком» разбираясь, мы поняли, что еще не готовы к лидеру, к лидерским позициям молодежь. Вот, еще есть психологическая нестабильность их. И поэтому, естественно, какой-то в этих играх был провал. А, то есть, можно ли говорить о том, что вы сказали, что молодежь, молодость – это нестабильность. Вы не совсем доверяете молодым игрокам к лидерам? И он не может себя никак проявить. Соответствуют игроки уровню высшей лиги, молодые наши? Нет, они соответствуют, они перспективы, у них достаточно высокая, они все игроки в молодежной сборной. Но есть моменты, где они, даже тоже Ибрагим Салагов, он, да, допускает ошибки. Хотя играет, он прибавляет, но все равно есть момент, где он вдруг неожиданно допускает ошибку. Это мы списываем на область. Ну, я понимаю, что если бы там один у нас был молодой, остальные опытные, ему легче было. А так, когда четыре человека выходят молодые, да, есть в этом проблемы. Это я и знал изначально, и на сборах видно было, что не всегда стабильно мы проводили товарищеские игры. Вот, хотя в плане игры, в плане игры мы, я считаю, что мы играем, и достаточно хорошо. Единственное, вот эти две игры, они как бы выпали из игрового ритма. 202, 11, 22. Напоминаю телезрителям, звоните, задавайте свои вопросы. Главный тренер Крыльев Советов Александр Федорович Тарханов сегодня. После известных событий на стадионе «Металлург» как настроение интересуется телезрителям? После драки? Да. Ну, как бы мы не задействованы в этой драке, поэтому настроение нормально. Неприятно то, что это вылилось в такое побоище. Это неприятно, конечно, что матч останавливается. Вот, и я считаю, что, ну, это неправильно. Сергей Афонин спрашивает, кроме болгарского нападающего будут еще покупаться игроки? Да, да. Ну, сейчас, ну, во-первых, мы с долгами рассчитались. Это большая заслуга, в первую очередь, губернатора области Арктикова Владимира Владимировича. Это заслуга Развеева, который выстроил правильную политику финансовую. Ну, вот, а сейчас у нас создался попечный совет, где директор попечный совет, это Чебенев Алексей Иванович, это глава «Волга» спецтруи, и он является, как бы, спонсором команды. Вот, и я считаю, что сейчас мы правильно выстраиваем политику, не только финансовую, но и футбольную. Так что мы открыли школу еще в том году при Развеев, как только принял. Вот, мы сейчас создали молодежную команду, которая играет на первенство области. У нас дубль есть, и, естественно, становится состав. Плюс у нас люди селекционные отделы есть, где просматривают всю область в поиске талантливых ребят. Таких, как Анюков. Ну да, вот вы говорили, что школу открыли, да, наши местные, прикрыли хорошо. Вот я как раз хотела спросить, вы опередили, в глубинку, в село, в районы заглядываете, берете открыты? У нас есть, я говорю, у нас есть селекционная группа, которая все просматривает. Это делает, да? Да, это делает. И у нас, ну, второй момент, это мы в одной системе сейчас работаем, трерочной. Мы, естественно, задача детской праздничной школы, это не результат, а подготовка футболистов, обучение их. Вот, там достаточно грамотные ребята сейчас собрались, все, которые прошли школу, укрыли советы. Вот, у них руководитель Чеснакос очень грамотный, который работал в Коноплевской школе, голландскую систему знает. И мы, как бы, выработали систему подготовки футболистов. Так же, как дубль работает, как основной состав, потому что футболисты приходили из дубля к нам, уже знали, что на футболе делать. Мы можем говорить о том, что через некоторое время, буквально скоро, в крыльях будут играть только наши местные ребята? У нас достаточно много. Если в те времена, когда Анюкова мы нашли, мы его одного только выискать из всей группы, которую мы просматривали, то сейчас достаточно много хороших ребят, очень. То есть, молодые Анюковы растут? Да, растут, растут. Раньше, вот некоторое время назад, при прежней вашей работе, в крыльях это был один Анюков. Сейчас мы подтягиваем хотя бы десяток. Есть? Нет, у нас вся молодежная команда состоит из футболистов самарских. Это важно. Да, в дубле есть и самарские футболисты, и есть молодые. Допустим, Елисея мы привезли из Москвы. Но он сейчас уже игрок основного состава. Хотя ему еще 19 лет только. Александр спрашивает, будет ли усиление команды за счет других игроков? Так настойчиво спрашивают, видимо, пытаются уточнить либо фамилии, либо откуда, либо кто. Ну, как правило, фамилия не называется, когда уже подписан контракт, когда уже есть, что наш игрок. Да, есть у нас несколько футболистов опытных, с которыми мы сейчас ведем переговоры и которые появятся. Потому что мы понимаем, что нужно укрепление, нужны опытные игроки, нужны лидеры в команде. Потому что у нас самый опытный игрок – это Джорджевич. Все остальные – это средний возраст или молодые. Поэтому нам нужно в атакующую группу обязательно надо футболисты, которые своим примером показывали молодым тоже, как нужно атаковать. У нас, конечно, проблема сейчас на данный момент стоит в том, что все-таки у нас большую роль в том году играл Олег Иванов. Большую роль. Он как и лидер был, и как диспетчер команды, и он как бы определял всю игру. С уходом его здесь позиции у нас как бы сейчас на данный момент очень слабые. Плюс был Павел Экальев, который тоже достаточно хорошо к нам вписался. Это такие потери, которые, в принципе, мы их не смогли восполнить. На данный момент пока не восполнили. Но он в последнем матче очень тоже хорошо вписался в ворота нашей команды. Да. Мы за него довольны, что все-таки мы сумели подготовить его, и он играет в спортаке и составляет конкуренцию остальным игрокам. А наличие, позиция лидера в команде, свой среди своих, насколько важна для… Очень важна, очень важна. Потому что здесь не только один лидер, здесь группа должна быть футболистов, которые определяют игру. Вот, если ее нет, то есть тогда проблемы, или что-то не получается в игре, там, допустим, соперник с нами плотно играет. И вот здесь должны быть именно игроки, которые смогут вывести команду из этой плотности, создавать эти моменты. Потому что пока у нас есть здесь проблемы тоже. Спрашивает телезритель. Прошел слух о вашей отставке. Это правда? Вообще, никаких проблем нет в этом плане. Это неправда. Да. Георгий спрашивает, как команда готовится к игре с «Динамо», выдержит ли напор молодые игроки Крыльев? Ну, стараемся их подготовить к этой игре, чтобы они выдержали. А в плане таблицы, насколько важна игра принципиально? Ну, любая игра важна, несмотря на таблицу. У нас такое положение, в котором мы обязаны, чтобы мы брали очки. Естественно, первый круг тяжелый будет для нас. И последний круг все тяжелые будут, потому что, ну, есть. Видны они проблемы, которые мы пока на данный момент испытываем. Напоминаю телезрителям 202, 11-22. Телефон прямого эфира Александр Федорович Тарханов. Сегодня звоните, задавайте вопросы. Собираются ли продавать Женю Савина? Евгений Савин, ну, пока мы не продаем, потому что у нас и так в наличии мало игроков. Это как мы можем говорить о продаже игрока, который, в принципе, играет. Да, есть тоже проблемы у него. Ну, у него тоже и травма была у нас. Пропустил достаточно большой срок сборов. Вот. И только так начинает, начинает себя показывать. А что касается нынешнего материального положения и долгов, как обстоят дела? Нет, ну, с долгами уже все рассчитались. Долгов нет? Да. Долгов нет. Материальное положение на сегодняшнем? На хорошем уровне. У нас проблем тоже нет. На хорошем уровне. Вы строгий руководитель, Александр Федорович? Я, да. Что говорят? О вас? Нет, ну, здесь вообще, здесь как строгий, не строгий. Здесь понятия нет. Здесь профессиональные качества есть, которые позволяют руководить командой. Я считаю, что я профессиональный человек, и если я в том году, и все мы вытащили команду из вообще почти невозможной ситуации, значит, естественно, мы умеем и управлять футбольной командой. Здесь главное управлять футбольной командой. Футбольной командой.